В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Карагандинцы оценивают Евразийский союз. Детские сады чествуют своих выпускников. Глава государства Нурсултан Назарбаев в день подписания договора в рамках Евразийского союза предложил отмечать народам трех стран Казахстана, Белоруссии и России как день евразийской интеграции. Такое предложение президент высказал 29 мая в ходе совместного заявления по итогам подписания договора о создании Евразийского экономического союза. Карагандинцы высказывают свое мнение о плюсах и минусах данного договора для Казахстана. 29 мая достоин того, чтобы войти в календарь памятных дат наших стран, как день евразийской интеграции, сказал лидер нации Нурсултан Азарбаев. Теперь, по словам президента, странам предстоит тщательное рассмотрение и ратификация нового документа, в частности парламентариям стран. По решению руководителя Российской Федерации Белоруссии и Казахстана в четверг, 29 мая был официально создан Евразийский экономический союз. Соглашение было подписано на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Этим договором страны декларируют открытие границ для капитала, рабочей силы, товаров и услуг. Плюсы для Казахстана то, что мы на протяжении всех годов независимости стоим на принципах интегрирования с нашими соседями и приводим эту политику не эпизодами, а системно, последовательно, настойчиво. Наш президент показывает динамику этого процесса, но Султан Абишевич его внес на обсуждение еще 20 лет назад. И достижение конечных целей этой идеи надо отнести к плюсам, сказал Серик Малибекович. Многие говорят, что это возрождение Советского Союза, что это политический мотив в этом присутствует. Но я думаю, что это не так. На самом деле это экономическая интеграция. И интеграция сама по себе подразумевает объединение усилий против всевозможных мировых кризисов. По мнению многих, вступление в Евразийский экономический союз – это процесс, к которому Казахстан готовился не один год. А экономическое сотрудничество между Казахстаном, Белоруссией и Россией имеет большие перспективы. Жезер Абдраимова, Олжас Гапасов, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. Помощь кокпектинцам, пострадавшим от паводка, продолжает поступать от общественных организаций. 160 семей сегодня получили товары первой необходимости от Карагандинского областного филиала Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан. В Кокпекты уже начались строительные работы по восстановлению жилья, но помощь от организаций продолжает поступать. Миссия областного филиала Общества Красного Полумесяца Республики Казахстан обратилась с обращением в Национальный Красный Полумесяц в фонд «Древ» срочная помощь и получила финансовую поддержку для пострадавших кокпектинцев. Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан проводит операцию по срочной помощи в Карагандинской области в поселке Кокпекты по поводу паводков, которые были в апреле месяце. Мы написали воззвание в Международную Федерацию Красного Полумесяца и Красного Полумесяца, после чего эта информация обрабатывалась и на 159 семей поселка Кокпекты, пострадавших при паводках, мы оказываем помощь. Силами сотрудников и волонтеров Карагандинского областного Красного Полумесяца с 26 мая идет операция по оказанию помощи пострадавшим от ЧАЭС. И сегодня происходит раздача моющих и гигиенических средств, кухонных наборов, матрасов, одеял, постельного белья. Их получили около 160 семей, особо пострадавших при подтоплении. Помощь оказывается адресна при контроле самих жителей Кокпекты. Мы очень довольны, что столько дают нам всего. Дом главное нам строят, дом с мыла. Сами живы, здоровы остались, Аллаху. Спасибо, в первую очередь. Соседка нас предупредила. Ей большое спасибо, Марине Дургаевой. И благодарим Акимов власти, Акима района. Вам спасибо большое, общество Красного Креста. Главное, о пострадавших не забывают. К концу сентября планируется заселение в новые дома. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Карагандинский лесной питомник ежегодно выдает 1 миллион 300 тысяч посадочного материала, тем самым помогая выполнять государственную программу Жасыл-Ель. Лет через 10, как считают специалисты питомника, вокруг Караганды будет расти настоящий лес. Когда-то Караганда считалась самым зеленым промышленным центром не только в Казахстане, но и среди стран СНГ. А сегодня эти позиции несколько утрачены. Да и изменение погоды в последнее время влияет негативно на зеленые посадки в городе. Все заметили, что в этом году у нас очень много, допустим, в нашем государственном лесном фонде и на территории городов и районов, вот этот вот Карагач, как все говорят, ну это вяз, он нас, в общем-то, в основном подверг заморозкам, почему он сейчас, в общем, вымерз и стоит засохший. Поэтому климатические условия, да, последние, особенно два года, сильно повлияли на это. А вот клен выстоял, и сегодня в базисном лесном питомнике коммунального государственного учреждения Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира делают на него упор. Здесь выращивают шесть пород деревьев. Одна из них – сосна. Если раньше ее завозили с Акмолинского питомника, то сегодня уже есть собственные проверенные семена для посева и выращивания сосны. Общая площадь питомника здесь 40 гектар. Продуцирующая площадь 25 гектар, которая предусмотрена здесь и растительная система. На данной питомнике выращиваются лиственные и хвойные породы. Питомник состоит из посевного отделения, школьного отделения. В посевном отделении выращиваются клен, вяз, акация, смородина, лох. Весь посадочный материал, который выращивается на питомнике, вот именно синицов, он идет под лесоразведение и лесовосстановление в Государственном лесном фонде. Вырастить посадочный материал непросто. Для этого необходим труд и долгое время ухода и ожидания. Это настоящая наука. А вот в Караганде уход за саженцами отсутствует. В субботнике это замечательно, но кто-то должен и отслеживать, как растут молодые деревца. У нас есть ТООшки, которые на тендерной основе выполняют некий объем работ по озеленению города. Но когда тендерные средства кончаются, кончается и работа таких товариществ. А за молодой порослью необходим тщательный и постоянный уход. Наверное, по городу Караганде, я считаю, что нужен зелентрест или зеленстроя, который бы вместе с ландшафтом, с планом города увеличивал все эти посадки, смотрел уходные мероприятия, заменял. Потому что по городу Караганде мы посмотрим, очень много деревьев, которые уже устарели сами по себе. Они требуют замены. Ну вот я за то, чтобы наш цветущий город, как вот описывали раньше, чтобы он поднимался, процветал. Вот из таких веточек вырастет сосновый бор. Это будет не завтра. Но лесники считают, что лет через 10 на месте сегодняшнего зеленого кольца вокруг Караганды будет настоящий лес. Уже сегодня в посадках водятся зайцы, куропатки и прочая мелкая живность. Главное, чтобы сами люди не навредили этим пока хрупким веточкам. Лиственным посадкам уже лет 6, и они весело шелестят на ветру. Прижились хорошо. Многие люди со стороны как будто думают, что это легкая работа. А на самом деле это надо все время, как бы, внимание держать надо. Потому что в любое время может случиться пожар, что-то такое. И всегда быть на чеку. И любить эту природу. И будет все прекрасно. Посадить дерево легко. Вырастить его непросто. Только на поливные устройства в Карагандинском лесном питомнике истрачено более 40 миллионов тенге. Планируется закупка теплицы для выращивания посевного материала в закрытом грунте. Новые легкие Караганды начинают заполняться свежим воздухом. Сергей Высокосов, Айдын Шакан, Бахтия Роспанов. Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В ночь на 29 мая в Караганде в 15-м микрорайоне в доме номер 35 произошел пожар. В результате погиб человек 57-летний мужчина скончался на месте происшествия. Пожар вспыхнул в 5 часов утра в квартире на третьем этаже. Немедленно были привлечены работники пожарной службы Карагандинской области. В результате своевременной ликвидации были спасены трое человек. Двое из них – дети. Еще восемь человек были эвакуированы. На данный момент причина пожара выясняется. В ликвидации пожара было задействовано у нас с департамента по участию в Карагандинской области 18 человек и 5 единиц техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В общем, на месте пожара был обнаружен труп 1957 года рождения. Также с отравлением угарным газом госпитализировано в больницу гражданка 1937 года рождения. Применение культивированных аллофибробластов при оперативном лечении больных с ожоговой болезнью начали применять и в клинике Макожанова города Караганды. Сейчас в клинике Макожанова экстренных и планов больных разделили для удобства обслуживания. В данный момент мы находимся, где берем экстренный больных, удобно, скоро перевозят больных. Наш медперсонал уезжает в каталку, смотровой кабинет, где доктор осматривает. Здесь же берутся все анализы полного обследования больного, осмотр кардиолога, нейропатолога, терапевта. После этого больного обрабатывается, сделает рентген снимок и подойдет в операционную. Разработкой данной технологии на территории Республики Казахстан начали заниматься с 2009 года в Национальном Центре Биотехнологий. А уже с 2011 года Национальный Центр Биотехнологий начал предоставлять услуги медицинским учреждениям в виде стерильных аэрозолей, содержащих взвесь живых клеточных элементов. Внедрение новых методов направлено в первую очередь для снижения процента неприживаемости трансплантантов и уменьшения инфекционной нагрузки на рану. Один из таких вариантов внедрения алофибробластов. Суть этого метода является следующая. Это нанесение на раненую поверхность, предварительно очищенную операционной операцией, клеточного матрикса. То есть алофибробласты – это незрелые клетки, которые несут в себе все основные непосредственно клеточные структуры, то есть это активаторы всех клеточных, как говорится, субстанций, которые активизируют непосредственно прорастание сосудов трансплантанта, которые мы переносим уже с собственного больного, и, грубо говоря, активацию всех тканевых непосредственно действий, функций организма. Алофибробласты заказывают индивидуально и в ограниченном количестве, так как это довольно дорогостоящий метод лечения. Его используют только для глубоких ожогов. Одна доза распыления стоит около 74 тысяч тенге. Данный метод был с успехом применен пяти пациентам. Во всех случаях отмечался выраженный положительный эффект, а именно значительно быстрее происходило приживление собственных ауторансплантантов. Сроки пребывания данных больных значительно уменьшилось. Алена Слонько, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В Тимиртау прошел республиканский слет наставников и молодых сотрудников Департамента внутренних дел. В историко-культурном центре первого президента собрались сотни сотрудников, имеющих стаж работы в полиции менее года, а также их наставники по службе и ветераны. Перед молодыми полицейскими выступили ветераны органов внутренних дел, которые поделились с ними своим профессиональным опытом. Слет проходил в историко-культурном центре первого президента. Данное мероприятие было направлено на совершенствование работы наставников с молодым составом сотрудников полиции. Содействие и оказание помощи в патриотическом воспитании молодых сотрудников. Поэтому в этом плане мы вместе с руководителями горро и органов Департамента внутренних дел работаем вместе в направлении, как говорится, воспитания нашего молодого поколения. Наставники поделились опытом с молодыми сотрудниками. Итоги первого дня слета подвел заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан, генерал-майор финансовой полиции Кенинбаев Ерлик. Для участников слета организаторы подготовили сюрпризы. Экскурсия по историко-культурному центру первого президента, экскурсию по Караганде. Также в драматическом театре имени Сакена Сейфулина гостям слета был продемонстрирован спектакль под названием «Молтексес Майдан» Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В Майкудуке сотрудники прокуратуры Октябрьского района города Караганды в преддверии Международного дня защиты детей поздравили маленьких жителей областного детского дома для детей с ограниченными возможностями. К большому сожалению, не все воспитанники детского дома по состоянию здоровья могут посещать культурно-массовые мероприятия самостоятельно. Поэтому сотрудники прокуратуры Октябрьского района города Караганды устроили настоящий праздник с играми, конкурсами и сказочными персонажами в здании самого детского дома. «Несколько лет мы к нам приезжали на все праздники по-другому, мы вас сегодня подготовили для наших детей разночные мероприятия, развлекательные мероприятия. Дети с удовольствием ждут их приезд, они очень рады. Поэтому мне бы хотелось выразить слова благодарности всем сотрудникам прокуратуры, пожелать им успехов в их нелегком труде, продвижение по службе, ну и хотелось бы, чтобы вот это сотрудничество, оно осталось на долгие годы». Дети с нетерпением ждали начала мероприятия. В конкурсе принимали участие не только воспитанники детского дома, а также сами сотрудники полиции и воспитатели. Они, вновь вернувшись в детство, водили хороводы вместе с детьми. Этим воспитанникам необходима поддержка, ведь не так часто детям детского дома устраивают подобные праздники. Воспитатели и педагоги проводили в школу выпускников Ясли и сада Байтирек. Сегодня для них день торжественный, радостный и немножко грустный. Выпускной утренник в детском саду – это самый сложный утренник. Как правило, в нем задействованы не только все выпускники, но и практически все воспитатели. Много песен и танцев и очень много стихов. Воспитанники детского сада Байтирек справились с этим легко. Сегодня в нашем детском саду Байтирек большой праздник. У нас выпускные утренники. Мы провожаем наших самых больших детей в школу. Через три месяца они станут учениками. Хочется им пожелать доброго пути, чтобы на их жизненном пути встречались только хорошие учителя. Выпускной бал – это все-таки расставание с воспитателями, с детским садиком с беззаботной порой. А время, проведенное в детском саде, оставит в душе каждого ребенка лишь самые теплые и добрые воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Жизер Адреимова, Бахтир Успанов, Первый Каравенгинский. И еще об одном. Сегодня в детском саду АКУ прошел благотворительный концерт, который посвятили всем детям, выпускникам дошкольных и предшкольных групп и Дню защиты детей. Ежегодно проходит концерт на базе детского сада АКУ по республиканской акции «Бызмик Тепке Барамес». Именно в этом году большого внимания уделяется нуждающимся детям. Главная задача акции – привлечь внимание населения для подготовки детей к школе. Маленькие выпускники остались довольными своим праздником и готовы пойти в первый класс за новыми знаниями. Алена Слонько, Кайрат Рашитов, Бахтир Успанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Спасибо, что были с нами. Аман Сауголмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова